всем привет я рада приветствовать вас на моем кулинарном балкончике ароматное масло вы любите ароматное масло их может быть миллион сладкие соленые кислые с фруктами с ягодами зеленью с паприкой со специями я сегодня хочу показать два вида моего любимого ароматного масла самое главное это хорошее масло я и делаю рекламу нам надо просто чтобы было видите 82 5 это не дешево составе должно быть сейчас вам скажу что написано сливки склад только сливки все это не дешево но тогда лучше вообще не делать поэтому беру масло только 82 и 5 магазинах очень много масла написано 73 0 говорят вообще нет такого масла это все спред поэтому бережем здоровье кушаем полезное 100 грамм делим на первое масло у меня пойдет 100 грамм масло комнатной температуры немножко моего и мед медовое масло это не просто масло с медом это настолько вкусно как бы продукт получается совсем другого вкуса смотрите 100 грамм масла и столовая ложка меда и немножко на водяную баню сейчас засахарился смотрите вкус этого ароматного масла зависит от меда возьмете гречишный он будет такого темного цвета с ярким вкусом у меня подсолнух за у нас больше самый распространенный мед это подсолнух так и взбиваем нашу массу а так первое масло наше готово не представляете как это вкусно перекладывайте в баночку или и накрывайте пленочкой это очень вкусно оторваться не могу перекладываю это первое мое любимое ароматное масло второе это совсем противоположность это зеленое это вкусное это ну совсем другое масло так все наше масло готово посмотрите какая красота кому с вами капнули так готовим второе масло нам понадобится блендер чаша сюда мы загружаем зелень укроп и петрушку один зубок чеснока также идет наша вторая половина сливочного масла соль перец по вкусу так выбираем это лишнее авокадо еще один ингредиент моего любимого масла это авокадо не потемнело мы немножко добавим сока лимона пару капель и выкладываем авокадо нашу емкость одно маленькое или половинку большого на 100 грамм масла и все хорошо это взбиваем потом мы с вами попробуем на вкус берем блендер и хорошо взбиваем нашу масло здесь немножко труднее так как видите работа посмотрите пошла уже совсем быстрее буквально нам надо одна минута чтобы приготовить наше замечательное масло попробуем на вкус немножко соли надо добавить чесночок как хорошо чувствуется вот так вот вот так вот Так, наша масса готова. Перекладываем также в ёмкость. Сегодня я вас познакомила с двумя рецептами моего любимого ароматного масла. А какой у вас любимый рецепт? Напишите мне, и я приготовлю по вашему рецепту. Может, мне ещё больше понравится ваш рецепт. Всё, перекладываем. Такое масло можно немножко заморозить. Можно завернуть в плёночку и использовать по мере надобности. Но у нас оно долго не задерживается. Я не делаю большими партиями. Это сегодня я сделала два масла, чтобы вам показать. Обычно я делаю одно масло. Когда скушаем, делаю второе. Посмотрите на эту красоту. Мы с вами приготовили два масла. Посмотрите, они разные. Но они вкусные, очень ароматные. Не забывайте подписываться на мой канал. А я вас жду. И мы с вами готовим такие замечательные рецепты. Посмотрите, как это вкусно, просто и ароматно. Пробуйте. Жду ваших комментариев. Всем пока.